Это Сергей Сергеевич, это главный врач медико-санитарной части. Сергей Сергеевич, ну самый главный вопрос на сегодняшний день по Вашей части. Хватает ли Вам лекарств? Хватает ли сейчас мест в больнице? Хватает. Хватает и мест, и хватает лекарств. Скажем так, три года назад, когда всё это начиналось, конечно, было гораздо сложнее. И тогда большая часть поставок медикаментов, перевязочных материалов ложилась на плечи волонтёров. То сейчас, скажем так, 50 на 50. И мы в достаточной степени обеспечены и растворами, и обезболивающими, и перевязочным материалом для оказания помощи. Дано отметить, что на протяжении последних уже почти двух лет, наряду с гражданскими медиками, с нами бок о бок работают военные медики. И у нас никогда не возникает никаких вопросов, конфликтов или недоразумений по оказанию помощи, как гражданским тяжёлым больным, так и раненым военнослужащим. Сергей Сергеевич, врачей, я так понимаю, тоже хватает, да, на сегодняшний день в Авдеевке? Врачей катастрофически не хватает, потому что осталось два хирурга, остался один травматолог. Поэтому молодые доктора уехали, остались люди предпенсионного и пенсионного возраста, к сожалению, которые уже, как говорится, прошли и Крым, и Рим, и которые на своих плечах держат всё здравоохранение города. Врачей не хватает, молодые врачи не приходят, и поэтому, если даже кто-то заболевает, возникает очень напряжённая ситуация. С врачами большая-большая проблема. Хорошо, тогда как вы поступаете в эти дни с тяжелоранеными? Ну как, вот я завтра, допустим, сутки дежурю, а в воскресенье я в аргентной на дому. Если доктор, который дежурит в воскресенье, вдруг заболеет или что-то, значит, я вынужден буду остаться и дежурить в воскресенье. Просто на этой неделе были новости об эвакуации больных из городской больницы. Интересно, где они сейчас находятся, в каком состоянии, в каких условиях? Сергей Сергеевич, спасибо вам за ответы. Держава и парламент, в том числе, ничего не сделали для защиту людей на линии зиткнення. В этой войне есть несколько категорий людей, которые страждают в наследок нею. Это беженцы або внутренне перемещенные особи. Тут есть какая-то деятельность от государства. Это солдаты их семьи, тоже есть деятельность от государства. А вот что касается населенных пунктов на линии зиткнення, а кто не знает, то Авдіївка, саме відповідно до распоряджения уряду, уже несколько лет есть населенным пунктом на линии зиткнення. Державная политика отсутствует. Что сделал уряд для того, чтобы защитить этих людей? Какой план Б в разе наступа? Это же населенный пункт фактически при фронтовой территории. Чтобы обеспечить эвакуацию людей, чтобы обеспечить их ежей, одеждаем, всем необходимым и так далее. Тем более там цей завод, который есть фактически бюджетом и городом утворяющим предприятием. Что было сделано для того, чтобы унеможиливать на сегодняшний день подшкоджение этого завода и в наследок этого знеструмления целого города. Мы заборговали людям, которые живут на линии зиткнення. Так же, как парламент не признав Россию ответственной за все эти злочины и не признав войну войной и окупацией окупацией. Среди нас есть люди, которые живут на Старой Авдеевке. Чтобы было понятно гостям студии в Киеве, за один только обстрел утром на одной улице было разрушено 20 домов ракетами «Град». Они живут, принимают на себя основной удар. Очень много разрушенных домов. Снова ремонтируют и снова попадания. То есть есть дома, в которые попадание несколько раз. Я начну эту тему, потому что мы встречаем именно в частных секторах проблему, что они не имеют права на компенсацию. Международные организации уже во второй раз, когда к ним обращаются за стройматериалами, они отказывают этим жителям, потому что они видят, что они остаются в зоне риска. Вот у нас есть две жительницы с старого города. Пожалуйста, Ольга Дмитриевна. Я хотела бы сказать, что были обстрелы неоднократные. И были хозпостройки. И в дома людям прилетало. Да, выделялись какие-то средства, давали. Но это было опять повторно. И люди было даже, что ставили пластиковые окна за свои деньги. Опять они били. И куда теперь нам обращаться? Где? На законодательном уровне. Вы пробовали узнать, то есть жители многоэтажек им компенсируют по закону, иметь право? Вам? Нам ничего не дают. Сказали, есть стекла на обыкновенные деревянные рамы. Если у людей пластиковые окна, вставляйте сами. А если полностью разрушен дом? Если полностью, он, естественно, уже практически никуда уже. То есть на законодательном уровне они не могут получить компенсацию финансовую? То есть такой закона нет. Он не принят. Татьяна Васильевна, вот вы говорили, что в 2014 году война от вас была далека. Да. Как все поменялось? Вот что? Как тогда реагировали? Как сейчас? Поменялось. Я вот разговаривала с вашим Олегом и говорила, что в 2014 году, когда все начиналось со Славянска, я смотрела по телевизору, все это видела, я сочувствовала людям, понимала, что это такое. Я как будто бы смотрела документальный или художественный фильм о войне. А когда получилось так, что война пришла к нам, и я совсем по-другому, совсем другими глазами посмотрела на это все и поняла, что такое война. Это очень страшно. Вы сидите в Киеве, и многие из вас, может быть, кто-то и был в Авдеевке, может быть, кто-то и не был в Авдеевке. Вы не знаете, что просто мы здесь, как мы здесь вообще живем. Сейчас, вот последнее время, где-то с 26 числа, у нас просто очень тяжелая ситуация в городе. Постоянные обстрелы, ночью мы не спим, днем стреляют, очень тяжело, все живут в напряжении. Поэтому я хочу сказать, что люди, которые живут на улицах, которые, вот, например, переулок Ясиноватский, это переулок, который практически находится с промзоной. Сколько людей осталось на улице? Значит, до 26 числа, пока было более-менее, на нашей улице жило где-то 6 семей. И 3 семьи те, которые приезжали и уезжали, наведывались каждый день к своим домам. После того, когда начались массированные эти арт-обстрелы, люди... Вот сегодня мы с мужем были на Ясиноватском переулке. Авдеевская общественная организация возрождения подготовила наборы, в которые входили одеяло, там, постельные принадлежности, посуда. И вот мы с мужем бегом где-то с представителем этой организации бегом оббежали этих людей, которые должны были. И никому мы не достучались, потому что людей нет дома, люди просто убегают. Там нельзя вообще находиться. Ну, а вот интересно, а насколько осталось терпение и выдержки у тех, кто остался? Если ситуация с обстрелами не изменится? Здесь в студии уже звучали мысли, что людей не отпускает чувство патриотизма. Они отстраивают свои дома снова и снова. Патриотизм ли вас там держит? Может, присоединимся? Почему вы не они? Ну, вот, например, я 35 лет дом строил. И что я его сейчас вот брошу? На кого? Ну вот. Да, и куда-то уехать. Ну, как вы говорите, как я могу бросить свой дом? Это единственное мое жилье. Я должна его как бросить? И куда я должна уехать? Я в начале войны потеряла работу. Сейчас без работы. Куда я должна уехать? Да, мы уезжали. Когда началась война, мы уезжали. Мы уезжали в Бердянск, мы уезжали в Славянногорск. Но мы все равно возвращались к себе, к себе домой возвращались. Что вы говорите? Потому что мы там где не нужны. В областях наших нас не поддерживают особо. Потому что деньги нужно выделять для беженцев. А где их взять, эти деньги? Поэтому нуждаются люди в том, чтобы в своих домах и в своих квартирах хоть как-то проживать. Потому что никому мы не нужны. Никому. Но безумовно, нужно усиливать прифронтовую территорию. Это сумневек нет. Я хотел сказать про более глобальный взгляд на эту ситуацию. Потому что колоссальное загострение, которое происходит в Авдіївке, это, конечно, очередное свидетельство того, что Россия не собирается остановиться. Они продолжают наступ на Украину, продолжают агрессию, продолжают войну. И не остановятся ни перед чем. И, собственно, в их интересах руйнувание, в их интересах больше жертв среди цивильного населения. Потому что это была их стратегия с самого начала. Чем больше втрат, чем больше жертв, тем лучше для их пропаганды, тем лучше для их кривавой мети, которую они ставят. Теперь, касается еще одной событий, которая, мне кажется, является в комплексе с тем, что происходит в Авдіївке. Это инцидент, который стал в Черном море, когда в украинских территориальных водах на захопленной Россией боровой установке перед ней российский военно-корабель обстрелил украинский транспортный летак, что, в принципе, потягнуло за собой очень мляво, на жаль, реакцию украинской державы, украинской влады. Но Россия дешла до того, что нам же и выставила какую-то там псевдопретензию, что в наших территориальных водах на нашей захопленной установке они обстреливают наш транспортный летак. И, мне кажется, это очень тревожный сигнал, который свидетельствует о том, что они таким чином проверяют нашу реакцию. Если реакция будет слабкой, они могут, фактически, начать, в определенной мере, блокировать вообще наши порты на Черном море. Это абсолютно реальная перспектива, если они уже начинают обстреливать наши летаки. Завтра они могут обстрелять корабель и просто заблокировать нам морский коридор, что, в принципе, недопустимо для нас. И тут, безумовно, мала бы быть реакция украинского парламента. Украинский парламент уже, фактически, півтора месяца реально не працюет. Мы закликали, представители свободы, публично закликали президента, главы Верховной Ради, керевництво фракции так званої коалиции. Будь ласка, сберіться на позачерговую сессию. Саме сессию, потому что сейчас межсесийный период. Давайте не просто сберемся поговорить, а мы висунули 8 конкретных законопроектов и проектов постанов, которые мы зарегистрировали уже давным-давно, их нужно было принимать давным-давно, но лучше поздно, чем никогда. И, безумовно, то, что сегодня нужно делать в этой ситуации, это блокировать, вводить экономическую блокаду тимчасово окупованных территорий, необходимо прекратить любую деятельность российского бизнеса на нашей территории, необходимо проводить целый ряд кроков в дипломатичной сфере, потому что, если адекватной реакции с боку украинской влады не будет, то российская тактика каждый раз увеличивает уровень провокации и агрессии. Поэтому, безумовно, то, что не было на этом тижне позачерговой сессии, это очень плохая ситуация.